И вот когда человек воцерковляется, он больше склонен всё-таки к такому духовному просвещению. Но при этом остаётся любовь к светской литературе, к тому, что читалось, может быть, с детства. Не встречал такого. Обычно человек открывает для себя Бога, он вообще забывает и об Антону Павловиче, и Николаю Алексеевичу, и Владимиру Владимировичу, и вообще обо всём. Я не встречал ещё человека, который открыл для себя церковный мир, и вдруг остался любителем Александра Афанасьевича. Ну, просто не могу представить. Я допускаю, что такие есть. Но мне они не попадались. Наоборот, бывает перебор. Человек сразу лестится. Никодима Светогорца, Ефрема Исаака Сиренов. В Рассанофии Иоанн. И пошёл, поехал. И уже так вот входит в самосознание такого подвижника VI-VIII веков. И хочет вот это рубище монашеское древнее уже примерить на себя. Что, конечно, тоже нездорово. Но эти великие книги тоже на душу производят мощнейшее впечатление, что человек не может под обаяние этих авторов не попасть. Что значит нездорово? То есть вы не рекомендуете как-то их читать? Нет, я рекомендую, но понемножку и в определённом порядке. Я бы рекомендовал начинать с Ава Дорофея, допустим, и Антония Великого. Вот этих авторов. А уже там Исаак Сирен позже с Варсанофием и Анном Пророком. А вот книги, допустим, Симеона Нового Богослова ещё бы на подальше отодвинул. То есть всё так постепенно. А Феофан Затворник, Накипринчанинах, какое место их? Ну, Феофан Затворник рекомендовал бы читать первым. С него начать? Да, а уже потом к Владыке Игнатьеву переходить. И то бы я начал его читать с писем. Они явились бы такой некоторой буферной зоной, они бы разрыхлили почву сердца. Потому что Владыка Игнатий, он такой автор категоричный, довольно-таки. Что для такого начинающего человека может спровоцировать в нём рост такого фарисийского духа. Что часто очень наблюдается. Такие, получается, кафары неразумные, молодые. Очень эрегористически настроены вообще ко всему, что их окружает, и к собственным родственникам. Падеич, вот сейчас многие родители жалуются на том, что дети их не любят читать. И как-то никакого интереса и желания научиться не испытывают. Многие переживают, как детей приобщить к чтению. Да тут очень просто. Понимаешь, вот если родители хотят преподать своему ребёнку сбалансированное питание. Белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы. Они так и выстраивают там меню. И там обязательно клетчатка должна присутствовать. Суп, второе блюдо. Второе, желательно сразу здоровое, чтобы мясо не путать с картошкой и макароны так же. И так далее. И, а уже потом, ну можно. И то, скорее всего, не каждый день. Какую-нибудь конфету там, ещё что-то. А представь себе, если кормить ребёнка тортиком. И чтобы он запивал всеми фанточкой. А потом предложить ему там борщ из кислой, суп из кислой капусты. Понятно, скажешь, ей не хватит. Поэтому если ребёночек постоянно смотрит мультики, то, понятно, читать он не будет. Поэтому, если мы хотим воспитать дитя, нужно полностью ликвидировать мультики и пультики в то же время. Чтобы никаких ни мультиков, ни пультиков. Тогда, естественно, потому что ребёнок – это человеческое существо. И он очень любопытен. Он всё время хочет всё узнать, всё потрогать. Когда ещё ум не развит, он хочет потрогать на зуб. Потому что это тоже такой метод познания мира. И вот очень важно ему предлагать здоровую пищу. Тогда, да, он сможет выучить иностранные языки. Сможет и познакомиться с литературой, с живописью. Ну и так далее. Но если мы все каналы восприятия забьём мультиками, телевизорами, компьютерными играми, то он остановится в своём развитии. Он это, ну, не сможет преодолеть. Опращённого рода дебилизация будет. Но помимо этого, что он станет туповатым, у него затруднится возможность к обучению. Ну и через, так как все вот эти продукты, они ведь внутрь себя упаковывают некий наркотик. Чтобы человек его постоянно хотел. Чтобы эта продукция, она стала источником такого постоянного потребления. Потому что они заинтересованы только в деньгах, а не в том, чтобы воспитать детей, чему-то научить, посеять что-то разумное, доброе, вечное. Вот, а на самом деле наоборот. Вот ты можешь вспомнить хотя бы один мультфильм, где бы персонажи не коверкали голос, не кривлялись. Нет ни одного единства персонажа, который говорит человеческий голос. Обычно, что это и семья изображает совершенно несуразно. И почему-то считается это очень такое детское. Хотя это просто уродливое антивоспитание. Ну и потом. Мультфильмы, они такие подвижные, яркие. Но как ведут между собой себя персонажи? На каком языке они говорят? Как к другому относятся? Вот эта вот вражда между волком и зайцем. Это что? Ну погоди. Это полезно для детей? Абсолютно вредная вещь. Для взрослого очень интересно посмотреть. Потому что сделано талантливо. Актеры замечательные. Художники еще лучше. Прекрасная режиссура. Все в движении. Потому что там же нету даже текстов. Одни движения. Замечательно. Взрослый человек очень с удовольствием это потребляет. Но для ребенка же это яд. Ребенка нужно учить добру, взаимоотношению в совершенно другом уровне. А не злобное соревнование и чем хуже врагу, тем лучше мне и смешнее. Но это просто антивоспитание. Поэтому это все надо исключить. Выкинуть на помойку. Потому что одно дело восприятие ребенка, а другое восприятие взрослых. Это большинство наших родителей, 99,9 в периоде. Но кроме деревень, где этого нет. Люди, так сказать. Там еще мы можем свежую детскую душу получить. А так все отравлены. Ужасно отравлены. Потом этих детей чему-то научить. Они все живут вот в этом таком цифровом мире. Где всякие. Они прекрасно ориентируются во всяких вот этих фильмах. Там в фантастике. Потом уже в музыкальных группах. Все вот этот такой виртуальный мир. Он не настоящий. Поэтому, конечно, привить любовь к чтению после этого. Это безумие. Это как-то... Это просто невозможно. Поэтому тут нужно либо одно выбирать, либо другое. Кто опоздал, тот опоздал.